Раз в месяц почтальон становится инкассатором, нагружает сумку не газетами и квитанциями, а деньгами и идет разносить пенсии по квартирам. Вот только работают в основном женщины и часто пожилые, и никакого оружия или охраны у них нет. А потому нередки случаи нападения на почтальонов. Несколько лет назад в Дальнегорске женщину, которая разносила пенсию, ограбили подростки. В Тавричанке двое мужчин отобрали у почтальона 140 тысяч рублей. В декабре прошлого года подобный случай произошел в городе Артем. Женщина разносила пенсии на лестничной площадке, на нее напал неизвестный и, угрожая ножом, похитил сумку с документами и денежными средствами. Потерпевшая помогла полицейским составить фоторобот подозреваемого. Ориентировку направили всем наружным нарядам полиции. Преступник будто бы и не пытался скрыться, тратил ограбленные деньги в одном из городских кафе, где его вскоре и задержала полиция. Уже в отделении 29-летний мужчина сознался в преступлении. К тому же во время досмотра у него изъяли украденные деньги и мобильный телефон. К слову, для подозреваемого это не первое преступление. Несколько лет назад его уже судили за воровство и освободили из тюрьмы в июне 2016 года. В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия доказана его причастность к совершению разбойного нападения. А также установлено, что в августе 2016 года он совершил три имущественных преступления. На сегодняшний день расследование о разбойном нападении на почтальона завершили. Дело отправили в суд. Теперь желающему поживиться легкими деньгами грозит до 10 лет лишения свободы. Ирина Мокрецова, Новости на Восьмом.